Всем привет, меня зовут Настя, уже полтора года мы живем в Испании. За это время мы немножко здесь, как сказать правильно, обжились. Ну, в общем, очень много всего узнали, так как за это время мы успели купить недвижимость, родить ребенка, сделать документы, в общем, куча-куча всего. Вот, и очень часто я получаю вопросы о жизни здесь, в своем инстаграм. Кстати, мой инстаграм выглядит вот так вот, если вам интересно, подходите, приходите, подписывайтесь. И на некоторые вопросы нельзя ответить коротко, в 15-ти секундном, либо сейчас в 60-ти секундном видео в инстаграме, поэтому я решила записать отдельное видео, вот такое вот, чтобы более подробно рассказать о некоторых нюансах жизни здесь. В этом видео хочу рассказать про бюрократию, про акупасов, и, ну, давайте о менталитете местных, отношении к экспатам. В общем, видео будет интересно, с вашей стороны хочу попросить поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Но сейчас у меня достаточно мало свободного времени, поэтому буду записывать вам видео вот так, из машины специально купилодержатель, чтобы можно было записывать и рассказывать. Начну отвечать на вопросы с темой бюрократии в Испании. Действительно ли здесь все настолько серьезно, сложно и плохо, как об этом говорят? Ну, что могу сказать? Здесь все еще хуже, чем я себе представляла. Не то, чтобы здесь сложно что-либо оформить, в принципе, это все реально, но мне кажется, что за все эти полтора года нашего нахождения здесь мы просто не вылазили с этих бумажек. Вот кажется, что вот-вот, сейчас мы уже все закончим, все доделаем, и можно будет убрать все документы и какой-нибудь ящик подальше, но нет, что-то заканчивается, нужно что-то обновлять, потому что очень многие документы, они действуют в какой-то определенный промежуток времени, допустим, прописка действует три месяца. И через три месяца нужно заново идти в таунхол, просить ее заново. Как бы ничего не меняется, вы никуда не переехали, не прописались в новом месте, но нужно делать новую эту бумажку о прописке. То же самое, если для оформления каких-то документов вам нужно свидетельство о браке, то здесь нужно приносить новое свидетельство о браке. Когда у нас первый раз его попросили, мы как бы, ну в смысле, мы вот поженились там сколько, ну тогда это было, три года назад, как мы вам принесем новое свидетельство о браке? Ну что, заново пожениться? Нужно было, оказывается, запросить в Украине, в нашем случае, просто как копию, которая будет выдана вот в новых датах, и тогда их это устраивает. Ну а в целом, в плане бюрократии все очень интересно, очень много каких-то вопросов. Давайте я вам расскажу на примере получения документов ребенку. Вообще ребенок, рожденный в Испании, имеет право на получение испанского гражданства, испанского паспорта, но спустя год легального проживания здесь. А что значит легальное проживание здесь? Это не то, что вот он родился, и через год можно подать документы на паспорт. Нет. Чтобы ребенок прожил легально один год в Испании, нужно сначала, когда он рождается, вам в госпитале дают документы. С этими документами нужно пойти в регистр СИВИЛ, это ЗАГС, и получить свидетельство о рождении, и вторую бумажку, вот эту мотону, она называется, вот это местная. Вот, еще везде я читала, что нужно получить семейную книгу, либо родофамилия, но в нашем регистр СИВИЛ нам ее не дали, сказали, что уже не выдают. Хотя мы живем возле Бенедорма, в самом Бенедорме ее еще выдают, но в нашем регистр СИВИЛ почему-то ее не выдают. Мы живем вот рядом с Бенедормом, и какие-то бумажные вопросы могут отличаться в Бенедорме и у нас. Так вот, вернемся к получению ребенком документов. Когда получили вот это свидетельство о рождении, дальше ребенку нужно получить гражданство и паспорт по родителям. Для этого нужно сделать ребенку прописку тоже по родителям, взять все эти документы, отвезти в Валенцию, потому что в нашем регионе нельзя поставить области, только Валенсии, отвезти Валенсии, поставить там апостель, после чего все эти документы перевезти на украинский язык только у регализованных переводчиков, плюс там еще документы до собрать, документы по родителям. Всю эту папку отвезти в посольство Украины и подать документы на гражданство и паспорт. Якобы после этого нужно ждать 3 месяца, нам сказали 3 месяца ждать, и через 3 месяца будет готов паспорт ребенку, но мы ждем уже 8 месяц. Когда будет готов паспорт, мы сможем сделать ребенку не, это типа налоговый номер здесь и карточку резидента. Вот только с того момента начинается считать год легального проживания, когда этой карточкой резидента будет год, можно будет собирать документы и подавать на паспорт. Какие там документы, я еще не узнавала, потому что нам нужно сначала закончить вот этим вот всем. Да, бюрократии в Испании очень много, это постоянно, не то чтобы это сложно делать, на самом деле в основном все очень лояльные, любые документы тогда обновляются, все подскажут, все поможет. Плюс на каждый документ, когда вы обновляете, когда вы делаете, нужно оплатить налог через банк, это не то, что ты зашел через телефон, заплатил, либо как-то нет, нужно идти в банк, плюс получить бумажку о том, что ты заплатил. В общем, очень много бумажек, и я прям максимально не люблю вот это, знаете, особенно заполнение документов, потому что там ты сделаешь ошибку, там еще что-нибудь напишешь, а это все нужно еще делать на испанском. Сложно, сложно мне с этой всей бюрократией, мы только прошли сейчас очередной круг бюрократии, потому что обновляли наши резидентские карточки, и я, вот мы ездили в Мадрид, подала документы на обновление моих прав, потому что у меня права из Украины, и так как мы находимся здесь уже больше года, мне нужно поменять их на испанские. На следующий вопрос хочу ответить по поводу окупасов. В Испании есть такой феномен, как окупасы, нелегальный захват жилья, то есть, если, допустим, у вас в Испании есть квартира, и либо вы ее сдаете в аренду, либо она у вас стоит просто без жильцов, боже, такая красивая молния сейчас, красивая и страшная за квартиру. Есть такой вариант, что, допустим, вы сдаете кому-то в аренду, люди платят, 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 а потом говорят, что мы не можем больше платить, поэтому будем жить и не платить ничего. Вы не можете просто так прийти и выгнать людей из этой квартиры. Но есть другой еще вариант захвата жилья, когда, допустим, у вас есть квартира, либо дом, и вы в ней не живете, допустим, вы купили, приезжать только в отпуск, там, месяц-два в году, а в остальное время она стоит пустая. Есть люди, которые замечают, что квартира стоит пустая, и ломают замки, залазят, и если они находятся в вашей квартире больше суток, то вы не имеете права их выгнать. Звучит как абсурд на самом деле, но здесь вот так вот. На самом деле, когда я об этом услышала, мне казалось, ну, в смысле люди залезли, их нельзя выгнать, в смысле кто-то живет в вашей квартире, не платит их, вы их не можете никак выгнать. Допустим, если вы хотите сдать квартиру, и вы боитесь, что вот так вот люди заедут, будут платить месяц-два-три, а потом скажут, мы не можем, для этого есть определенная страховка, которая в случае того, если люди перестанут платить, она покрывает. Такой вариант. И также дальше уже страховая компания занимается выселением этих людей невылично, потому что их можно выселить, но через суд только. Второй вариант, когда люди ломают замки, влазят в квартиры, начинают там жить, и если они пробыли в квартире больше 24 часов, то вы их не можете выгнать. Но если, допустим, в течение этих 24 часов вы узнали, что кто-то залез, вы можете вызвать полицию, они их выгонят, и все нормально. И чтобы такого не случилось, люди ставят сигнализацию, потому что если кто-то залезет в дом, сигнализация сработает, охранная компания приедет и вызовет полицию, дальше все вопросы решены. Да, есть такая неприятная вещь, как окупасы, которая выгодна всем, кроме владельцев недвижимости. Также есть не особо легальные варианты, это принудительное выселение, есть люди, которые могут приехать и просто, грубо говоря, выкинуть этих людей. Это нелегально, но как бы, ну, есть такие варианты. Не то чтобы это достаточно частая практика, что кто-то захватывает жилье, но есть такое, я лично не знакома с людьми, у кого такое случалось, я чисто слышала через истории. Ну, и чаще всего выселение происходит через суд, это занимает время от полугода до года, ну, и после того, когда людей этих выселяют, естественно, квартиру, ну, она не жилая, скажем так, сам мебель приходится выбрасывать. Многие люди, кстати, и не хотят покупать здесь недвижимость, боятся. Давайте тогда о остальных вопросах я расскажу в следующем видео, потому что это видео уже получилось, думаю, достаточно длинным. Если вам актуальны такие подкасты, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите ваши вопросы, можете писать мне в моем инстаграме. И до следующих видео!